Теперь у мачка желтого, синеголовника и еще семи видов краснокнижных растений начнется период адаптации. По словам ученых, при надлежащем уходе переселенцы быстро приживутся на новом месте и продолжат расти. На протяжении нескольких недель их будут поливать, а через месяц проведут окончательную проверку. Всего на участке появилось около 80 саженцев. До этого эндемики бережно хранили в теплицах Института садоводства и субтропических культур и Русского географического общества. Черноморское побережье – единственное на земле место обитания этих растений. Высадка редких видов кустарника в Амеретинской низменности – часть федеральной программы восстановления реки Имзымта. А это всего лишь маленький рефугиум, можно сказать, детский садик для этих растений, где мы просто их будем подращивать для того, чтобы могли их расселить по всей этой километровой полосе. Посадить краснокнижные растения – работа кропотливая, поэтому доверили ее профессионалам, экологам Русского географического общества. Помогали сочинские волонтеры. Татьяна Будкина – биолог. Уже пять лет женщина занимается волонтерством. Говорит, любовь к природе у нее с детства. И нужно что-то полезное делать. Одно из полезных дел – сохранить нашу природу в городе Сочи. Чтобы саженцы не вытоптали, волонтеры проложили каменные дорожки и оградили всю территорию питомника, а также очистили от мусора соседний пляж. Экологи надеются, что эти миры помогут сохранять для потомков редкие виды флоры. Уже через несколько лет экосистема эмеретинской неизменности будет полностью восстановлена.